Римляне цитируют притчи Точнее апостол Павел, когда пишет римлянам, цитирует книгу притчи И слова такие, я прочитаю с 18 стиха В синодальном сначала переводе, как обычно Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию Ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь Это цитата, еще одна из струкзакония Итак, если враг твой голоден, накорми его Если жаждет, напои его, ибо делаясь е, ты соберешь ему на голову горящие уголья И добавляет, не будь побежден злом, но побеждай зло добром Здорово, да, собирать врагу на голову горящие уголья Наверное, в аду Твой враг такой сидит, а ты там сгребаешь, да Из печки пожарчи, высыпаешь ему на голову Так что, я дальше не буду описывать, каждый сам себя представит Такой добрый христианин, да Вот именно к этому он его призывает Нет, ну, конечно, это прямо вот совсем-совсем-совсем не годится И поэтому говорят, а был обычай Вот в Египте вроде был такой обычай Я часто встречал это утверждение в комментариях Сам не знаю первоисточника, не могу назвать, правда или нет Человек, который раскаивался, вот глубоко раскаивался Какой-то совершил подлость страшную Он брал какой-то поднос, жаровню такую с горящими углями И клал ее себе на голову И тем самым показывал, вот до какой степени мне стыдно Я сгораю от стыда, буквально, да И приходил к тому, кого он обидел, умоляя о прощении Дальше уж там как получалось Но тогда получается, ты, делая добро тому, кто сделал себе зло Побуждаешь его к стыду, к раскаянию Он будет себя чувствовать настолько же нелепым Настолько же вот злодейским человеком Как тот, кто в Египте носит эту самую жаровню с углями у себя на голове Ну или просто сказать, что да вот он будет сгорать от стыда Некоторые переводы так и делают Перевод российского библейского общества Этим-то заставивши его гореть со стыда Слушайте, а много вы видели людей, которые сделали зло Получили за это добро в ответ Или наоборот, и сгорели со стыда Как-то я мало таких видел, да Нет, бывает, не скажу, что это невидально, но редко То есть обычно человек только утверждается в том, что По-хорошему с ними нельзя Только вот так вот, да Тогда будут ценить себя, любить Тогда будут себе хорошее делать Давайте все-таки взглянем на контекст Мне отмщение, я воздам, говорит Господь То есть не мсти Не пытайся установить справедливость собственными силами Но я воздам Если ты отказываешься от мести Более того Если ты кормишь, поешь Голодного, жаждущего твоего врага Вместо того, чтобы посмеяться над ним, может быть Усугубить его страдания Да, какой-то злой насмешкой Или даже Неким действием, которое заставит его еще больше мучиться Вместо этого помоги ему, облегчи его страдания А Господь воздаст Не знаю, бывало ли с вами такое со мной Бывало, когда думаешь о каких-то страшных злодеяниях, да И вот хочется, хочется, чтобы человек, который их совершил Но чтобы он пострадал тоже Вот чтобы как-то он понял, какой ужас, какие страдания он причинил другим людям На себе все это испытал И книга притчи, утверждая так А Павел, апостол за ней повторяет Так и будет Но это сделает Бог, а не человек Потому что там, где люди начинают устанавливать справедливость Там у них разные представления об этой справедливости Там за каждую месть следует За каждой местью следует Новая месть уже на эту месть в ответ И так далее А весы вот эти у Господа И справедливость восторжествует Казалось бы, идеал христианства все прощения Но не для Бога У Бога есть возможность наказать Другое дело Порадует ли это тебя? Захочешь ли ты этого? Но мне кажется, Павел вполне всерьез говорит Да, вы переживаете, вы испытываете страдания Он в конце концов пишет не тем Кому на ногу наступили Я не знаю, в автобусе обхамили незаслуженно, да На работе не дали премии А наоборот отругали за хорошо сделанное задание Нет, не про это он говорит Он пишет людям, которых убивают Которых пытают И, наверное, глядя на мучения своих собратьев Некоторые из них думают Вот хорошо бы этих мучителей взять И так же точно Теми же самыми пытками Угли на голову, да Это буквальное, может быть, понимание Это не обязательно стыд Или метафора раскаяния Ну, когда на ногу наступили Или там на работе несправедливо отнеслись Это, да, это, пожалуй, углей не стоит А когда пытают и убивают То хочется иногда, чтобы человек, творящий такое, сам на себе все это испытал И Павел говорит Не волнуйтесь, испытает Только не вы будете действовать в этой ситуации Будет действовать Господь И это тоже некоторая грань веры Доверять Богу в том, что касается установления справедливости Вот что, что, а справедливость люди, как правило, сами хотят установить Все остальное у них не очень получается Сотворить небо и землю, там, спасти человечество от власти греха и смерти Нет, с этим как-то проблема А вот справедливость установить, это да Это да У кого дома две собаки, два кота или попугайчика, два Ну, они и то ревнуют о справедливости Дали одному вкусненькое что-то Второй, вторая тут же бежит с воплями А мне, а мне, а мне Наоборот, правда, не работает Тот, кому дали, никогда не требует дать другому Никогда не отказывается сам пока Другой не получит, да Вот и мы, люди, точно так же, в общем-то, себя ведем На каких-то более высоких уровнях И смысл только, пожалуй, один Вписывается в контекст Да, справедливость будет установлена Да, это, в частности, означает Суровое наказание грешников Просто это не ваше хрук дело Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!